Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Итальянский художник Стефано Усси, известный сначала своими историческими картинами, а позже изображениями ориенталистов, в основном на арабские и марокканские сюжеты. Родился во Флоренции в 1822 году. Учился там в Академии изящных искусств у Энрико Паластрини. Среди его коллег был Петро Бенетутти и Джузеппе Бетсуоль. После учебы в Академии он записался добровольцем на Первую войну за независимость, во время которой был взят в плен австрийскими войсками. После возвращения во Флоренцию получил премию Триенали за картину «Воскрешение Лазаря» в 1849 году и в последующие годы представлял свои работы на исторические и литературные темы на выставках Флорентийского общества «Содействие прекрасному искусству», которым руководил Филиппо Политце. Посетил Египет в 1869 по случаю открытия Суэцкого канала и вернулся в 1872 по приглашению Хидива, это почетный титул персидского происхождения, применявшийся для султанов и великих визирей Османской империи. Вместе с своим другом, художником Чезария Бесео Эдмондо Де Амичи, он сопровождал итальянскую дипломатическую делегацию в Марокко в 1175 году. Многочисленные рисунки, которые он сделал во время этих путешествий, послужили материалом для него последующие годы. Вице-король Египта заказал большое полотно, изображающее праздник ковра или паломничества в Мир. В 1881 году в Милане он выставил празднование Мухаммеда в Танжере, еще одну жанровую картину ориенталиста. Умер во Флоренции в 1901 году. Вот так вкратце о итальянском художнике Стефано Усси, известном сначала своими историческими картинами, а позже изображениями ориенталиста, в основном на арабский и марокканский сюжет. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok